Евгений Шадринцев, выходец из молодежного парламента, а с 2002 года этот орган тоже занимается законотворчеством. К примеру, в 2014 по инициативе молодежи в крае приняли закон об ограничении продажи алкогольных энергетиков. Новое образование молодежное правительство Евгений приветствует. В Алтайском крае молодежного правительства пока это только в планах, но в других регионах, я как уже сказал, они являются кадровым резервом правительства, работают с конкретным управлением министерством в конкретной сфере, вносят предложения по совершенствованию той или иной программы, важной для региона на региональном уровне. Те же поддержка молодых семей, программы социальной защиты. В будущее правительства войдет 21 человек. Те, кто предложит наиболее эффективную программу развития той или иной отрасли, к примеру, здравоохранения. Как и в молодежном парламенте, в правительстве будут работать на добровольных началах. Оценку дадите парламенту, то есть вот за эти годы, вот все-таки это игрушка простая или какая-то конкретная? Что значит игрушка? Ну это на самом деле возможность, на мой взгляд, для молодежи проявить свою законодательскую инициативу. А здесь молодежное правительство. Мы будем работать с правительством Алтайского края. И хочется верить, что это будет действующий орган молодежного правительства, и они будут взаимодействовать с парламентом. Правительство все-таки нужно наравне с парламентом? Я думаю, что оно, я не могу сказать, что оно нужно, но я думаю, что это неплохо, что оно организуется, потому что сейчас очень много активной молодежи. Мы сейчас реализуем большой проект, связанный со школьниками и молодежью, два проекта. И мы по фокус-группам, по другим исследованиям, мы очень четко проходят рефреном мысль. Нас не слушают, мы никому не нужны, и мы хотим что-то сделать, но на нас смотрят, как на малышей. Ярослава Шашкова также поясняет, что правительство и парламент – это отличный кадровый резерв. В будущем эти люди смогут занять депутатское кресло. Как, к примеру, выходят из молодежного парламента ныне депутат АКЗС Денис Голобородько. Кстати, подать заявку на конкурс можно на сайте Росмолодежи до 27 ноября. Правда, заполняя анкету, не забудьте указать, помимо вашего фиу, размер одежды и обуви, видимо, для деловых костюмов. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.